Доверие людей к власти внутри политической ситуации лежат в основе стабильности в государстве. Об этом заявил президент сегодня на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов. Александр Лукашенко обозначил ключевые проблемы этой сферы. Защитить права и жизнь человека – главная задача системы в целом. А от того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей. Президент делает акцент на неотвратимости наказания за преступления, но также обращает внимание на проблемы, а они зачастую обнажаются именно после обращений граждан. Белорусы вправе рассчитывать на результат, ведь для качественной работы правоохранителей созданы все условия. Наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что здесь, в этом зале, собрались все те, от кого зависит суверенитет, независимость нашей страны, а в основе их лежит стабильность, а в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот, в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны. И давайте не будем кривить душой судьбу каждого из граждан нашей страны. От нас с вами зависит, какой будет страна, и как будут жить наши люди, и какими будут эти люди. Исторически в том плане, что после сегодняшнего нашего разговора, а я думаю, он у нас не просто состоится, но получится, ситуация изменится кардинально, в лучшую сторону по тем недостаткам, которые мы выявили в процессе подготовки этого совещания, и еще будут выявлены в ходе нашего разговора. Конечно, мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я красивые слова сказать перед обществом нашим. И в этом нас будут обвинять, что и выборы, и прочее. Дело абсолютно не в выборах. Мы будем на сегодняшнем совещании говорить много нелицеприятных вещей. По крайней мере, я нацеливаю вас на это. На фоне ситуации географических соседей, белорусское общество видит результаты качества работы своих правоохранителей и власти в целом. Эпоха высоких технологий, как следствие качественного доступа к любой информации, позволяют дать трезвую оценку. Видя, что происходит у наших соседей, наших братьев, как на Востоке, так и на Западе, часто говорим о том по-народному. Слава Богу, что это не у нас. Слава Богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. Это так. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и благодаря, в частности, тому, что делаете вы, представители правоохранительных органов. Это главное. И в основе всей нашей политики всегда были, есть и будут человек, и справедливое отношение к нему. Я об этом так часто говорю, что многие думают о том, что для какого-то пиара или популизма это говорю. Если вы так думаете, вам во власти делать нечего. Еще подчеркиваю, главное – это человек. И главное в нашей политике, в отношении этого человека – это справедливость. По итогам совещания госсекретарь Совета безопасности страны поделился подробностями с журналистами. От действий правоохранителей не должен пострадать ни один невиновный человек. Будут меняться подходы, стиль и повышаться качество работы. Особое внимание критериям оценки. Нельзя дать повода работать для галочки, ориентируясь на выполнение статистических показателей. Важно все-таки сделать определенные выводы на всех уровнях, на уровне руководителей ведомств. И сейчас мы обсуждали, в частности с Министерством внутренних дел, Следственного комитета, будет сегодня уже продолжение этого разговора, уже на уровне об основном и так дальше. Важно еще раз говорить, чтобы довести ситуацию, откорректировать. Это нормальный процесс в работе правоохранительных органов, когда видим проблемы и остатки, они назрели для того, чтобы вносить серьезные корректировки в работу ведомства. Напомним, глава государства анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны ровно неделю назад во время доклада руководителя Следственного комитета. Поводом стали итоги расследования ряда уголовных дел.